Как быть, если по мере воцерковления происходит синдром выгорания? На самом деле, нужно сказать, что такого синдрома не существует. Это, ну, скажем, понятно, почему он существует в мире. Просто людей, просто живущих, просто работающих, потому что современный человек, он разучился жить, он может только работать. Он даже в советское время никакого синдрома выгорания не было. Хотя люди трудились, но они умели и считали возможным для себя отдыхать. И они умели проводить время так, что у них не наступало синдрома выгорания. У них, скажем, людей с депрессией, людей погруженных в какое-то созерцание своих бед в советское время было крайне мало. Несмотря на пережитую войну, на достаточно высокий, то есть достаточно низкий уровень жизни, тем не менее люди были бодры и веселы. А современность, она еще прибавила суеты, отняла возможность отдыхать. А главное, оно даже заразило человека неудовольствием, неудовлетворенностью жизнью, то есть постоянным напряжением ропота в человеке. Что в конце концов привело к появлению такого явления, которое, говорит, синдром называется синдром выгорания. С одной стороны, этот синдром наступает у тех, кто, как предполагается, горит, то есть много-много чего-то хочет, а потом машет на все рукой. А в людях менее активных это более известно как постоянная депрессия, из которой они не могут выкарабкаться. Но это все именно для людей нашего времени. Да, они могут быть христиане, да, они могут внутри церкви вести какой-то активный образ жизни. Но если у них наступает синдром выгорания, это говорит о том, что они эту жизнь в церкви вели неправильно. То есть что, собственно говоря, происходит? Человек в церкви, вроде бы, он очень много хочет, он очень много хочет сделать, он очень много пытается добиться. В основном это касается спасения людей. Организация какой-то помощи им, социальной или образовательной, и спасения людей. Много говорит, много встречается, много пытается как-то служить людям, и в конце концов, через какое-то время это все пропадает, и он ничего не хочет. Как он говорит, это выгорание. Нет, на самом деле, нет, и в таком случае нет синдром выгорания, это называется несколько иначе. Это называется тем, что человек потерял благодать, которая его вначале животворил. Почему он потерял? Это другой вопрос. На это много можно сказать, потому что надо знать конкретную причину. Ну, как правило, причины глобально самые распространенные, их две. Первое, он начал делать то, что Бог ему не велел, и пытался решить все эти проблемы, задачи, которые он перед собой ставил, надеясь только на себя. Да, иногда молясь, да, иногда прося, но в целом надеясь на себя. Естественно, силы его истощились, и он больше не может ничего сделать, потому что он пытался из самого себя, на основании собственных сил, что-то сделать в отношении людей. Естественно, что поскольку это были только его силы, как правило, значительного результата они не приносят, потому что вот созидает-то Христос, а если это только мои силы, то никакого созидания-то и не происходит. Жизнь не жительствует. А вторая причина, это когда человек нарушает какие-то законы жизни с Богом, начинает либо вообще превозноситься, либо не родить, либо еще что-либо делать, что приводит к тому, что благодать постепенно, он начал все правильно, его благодать вдохновляла, но он неправильно пользовался этой благодатью, не умел ее хранить, не умел ее беречь, и в конце концов благодать его оставила, и вместе с тем оставил вот этот избыток жизни. И он вроде бы и живет, вроде бы что-то делает, но это дело уже не приносит ему радости, и делать ему ничего не хочется. Что, ведь посмотрите, скажем, священное писание, апостольские послания, они все свидетельствуют о том, что человек может быть непоколебимо бодр на протяжении многих лет, на протяжении всей своей жизни, он может быть непоколебимо тверд в этом горении, в этом вдохновении Святаго Духа, потому что, как говорит, например, апостол Павел в послании Галатах, «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им». То есть человек вроде познал благодать и жил с благодатью, но потом начинает снова надеяться не на Бога, а на какие-то вещественные атрибуты этого мира, например, на князей, на сынов человеческих, на тех, кто может ему помочь, там какая-то власть имеющий человек, или на какие-то деньги, чтобы реализовать свои проекты, или на чью-то иную помощь, но вот так или иначе все это связано с человеком, который перестает жить, надеясь только на Бога, и начинает надеяться на что-то другое. Или, когда встречаются какие-то скорби, искушения, проблемы, он изнемогает и перестает призывать к Бога, надеяться на Бога, боится, трепещет, волнуется, и это тоже приводит его к тому, что начинает тонуть, задыхаться в собственной немощи. Ну, может, это хорошо описывает, это образ Петра, который вот может ходить по водам, пока видит Христа, как только он теряет из вида Христа, как только он теряет, как только все его мысли и вера устремлена, перестает устремляться ко Христу, он начинает тонуть в водах и гибнет. Вот, собственно, это некая метафора выгорания, которая свидетельствует о потерянной вере, а не о каком-то синдроме, вроде бы, как бы неизбывном и вроде как избежать его невозможно. Хотя апостол постоянно говорит о том, что бодрым нужно быть всегда и бодрым всегда быть возможно. Скажем, вот, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды, говорит апостол Павел в послании Коринфянам, а уже в поздних своих посланиях, говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. То есть наша задача не в том, чтобы сделать как можно больше дел, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначены нам исполнять, и сверх того нам ничего не нужно. У нас есть некая мерность и веры, и дел, которые нужно сделать. Не наш, как бы, трезвостью мы должны ограничивать себя во всех делах и попечениях, контролируясь тем, чтобы не потерять веру. Если мы чувствуем, что вера пропадает, это вот и является для нас печальным. Мы угошаем, как говорит послание к фессалоникийцам, апостол Павел говорит, мы угошаем дух, и потеря благодати, потеря веры делает нас вот такими опустошенными людьми, для которых специально придумано наименование сидром выгорания. Это не болезнь, это то, до чего мы себя доводим, потому что думали о делах, о чести, о каких-то результатах, а не о том, чтобы хранить благодать и хранить веру. Это является главной задачей христианина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok